доброго времени суток друзья после видео про улучшение резкости изображения в англист отстали приходить предложение сделать видео по другим аспектам настройка в игре и меня заинтересовал один комментарий с просьбой сделать про настройки мыши собственно я подумал подумал решился сделать это видео где я дам несколько советов по настройке мыши в игре именно в настройках игры потому что мыши у всех разные у одних есть софт для настройку других нет в этом видео я пройдусь немного по теории на практике покажу как я сам настраиваю в играх чувствительность мышь при этом да все это можно использовать в других играх они только в инлистов по крайней мере я так делаю я не претендую на истину в последней инстанции поэтому если есть что-то добавить полезной то пишите в комментариях и еще в качестве бонуса я расскажу про очень интересную программу который предназначен для тренировки аима шутер настройка чувствительности мыши играет важную роль повышение точности стрельбы в шутерах я бы даже сказал самый важный поэтому нужно подобрать такие параметры которые ощущались бы наиболее естественно наверное и при этом предоставляли полный контроль над ситуацией чтобы руке было комфортно во время движения мышкой и на экране курсор точнее попадал в нужную точку нужный момент при этом чтобы это все не мельтешило перед глазами тут важно не только мышь подобрать хорошую но и свое положение тела контролировать так чтобы меньше уставать то есть несут улицы и обеспечить должный простор для движения кисти на коврике оттуда следует и другая закономерность низкая чувствительность позволяет делать более точные движения но при этом будет участвовать локтевой сустав а не кисть собственно практической части это покажу но здесь нам важно помнить что соответственно программным обеспечением мыши мы должны ставить значение dpi в диппозоне от 400 до 1000 все остальное уже корректировать в игровых настройках вот тут и начинается как раз таки та самая практическая часть которую в английском мы будем осуществлять в режиме практика но еще чуть-чуть теория есть два основных режима прицеливания который чаще всего используется шутерах трекинг отслеживание прицелом цель чаще используется автоматическим оружием и фликшот резко перемещение прицела на цель и возвращение обратно это больше подходит для однозарядного оружия и это нам нужно учитывать в настройке чувствительности мыши в игре ну что ж переходим теперь в режим практика прямом переносном смысле этого слова итак мы на стрельбище в режиме практика я нахожусь где тут на уровне вот этой мишени чуть-чуть отошел от блиндажа у меня вот перед глазами три цели у нас есть настройки управления мыши скорость прицеливания мыши и множитель чувствительности в режиме прицеливания имеется ввиду когда вы нажимаете правую кнопку мыши все остальное я не менял чтобы слишком не заморачиваться тем не менее множитель чувствительности в режиме техники тоже можно настроить и в режиме самолета тоже принцип будет такой же ускорение прицеливания но здесь вот я оставил значение как я понимаю но среднее для начала что такое трекинг и фликшот о котором на которых я говорил только что фликшот выбираем мишени прицеливаемся здесь тоже важно настройка чувствительности мыши и трекинг где-то у меня балбесы бегают вот я давайте на автоматчик перейду так удобнее все таки это больше для автоматчиков подходит и вот так стоп где мне надо выбрать одного вот вот он бежит мне нужно успевать следить за ним вот как раз таки появляется синий крестик этот трекинг здесь моя задача не стрелять по нему просто вот именно удерживать на ходу мишень да там маленько с упреждением надо стрелять в движение но сейчас мы отрабатываем движение кистью это тоже важный элемент для тренировки это вы можете сделать спокойно в игре инлист базовое упражнение дальше теперь переходим настройкам самой чувствительности мышь то что я показывал в управлении то я настроил под себя и все равно где-то у меня есть некоторые сомнения что что-то не так однако как я это делал первое с чего я начинаю настройку чувствительности мыши это вот как раз таки из положения кисти на коврике как это было бы правильно сказать ну скажем так чтобы мне было комфортно двигать кистью во время прицеливания влево вправо и при этом у меня было хорошо точнее мне было бы хорошо отслеживать цели или наблюдать за полем боя я нахожусь напротив мишени располагаем мышь слева или с правой стороны коврика ну точнее с края и ведем мышкой сейчас у меня слева края ковриком находится мышь и я веду мышь рукой одним движением слева направо по окончанию движения я нахожусь напротив мишени то есть сделал оборот на 360 градусов соответственно опять можно сделать это в обратную сторону принципе этого движения руки достаточно для того чтобы быстро развернуться в нужное положение в нужную сторону если вы видите врага и там отстрелить или ему соответственно если в управлении я скорость прицеливания убавлю поставлю например на максимум опять таки я видите дергание происходит соответствует уже мне неудобно и даже если я вот сделаю я вот уже три или четыре круга и у меня мельтешит это очень неудобно для глаз они устают если например сделаю еще меньше минимальную настройку то вот я очень медленно двигаюсь соответственно я своевременно не смогу повернуть предствовал или развернуться в сторону цели соответственно вот таким опытным путем я подбираю нужную настройку я преследую здесь две вещи во первых быстро своевременно развернуться в нужную сторону если я слышу наушник что слева или справа кто-то идет и соответственно быстро своевременно разворачиваюсь и при этом я совершаю комфортное движение руки то есть я не делаю размашистые движения рукой больше работает кисть это важно для меня так я меньше устаю и соответственно эффективность из-за меньшей усталости у меня будет выше теперь тоже самое я должен проделать в режиме прицеливания навожусь на цель и не выходя из режима прицеливания я двигаю мышку от левого края к правому мне достаточно комфортно разворачиваться при этом сижу я ровно не горблюсь не сутулюсь рука у меня расположены удобно на коврике мыши и соответственно мне удобно вот именно выполнять движение рукой чуть-чуть вот больше у меня как раз таки есть но в принципе это все дело настраивается так как вам удобно можно уменьшить значение например на 0 5 прицел и вот здесь получается что я чуть чуть не зашел за пределы коврика хотя тоже вроде бы комфортно двигаться рукой но я все-таки верну значение на 16 потому что движение слева направо рукой на коврике у меня при меньшем значении уже выходит за пределы коврика ну нужно выбирать то что для себя более приемлемо то есть оптимальное значение настроив чувствительность мыши в настройках теперь посмотрим как у нас это все дело будет происходить в разных режимах прицеливание имеется то то есть например вот сейчас фликшоты раз здесь вот в инлистов нету курсора вот этого перекрестью в режиме от бедра поэтому вот это все дело очень сложно делать то есть я не всегда вижу например ну точнее не всегда точно попадаю в середину вот когда я навожу на бойца да я вижу то есть появляется даже с нашим бойцом собственного за отряда там синий крестик появляется я могу как бы вот навестись на него но здесь вот на мишенях это не отображается поэтому есть некоторые сложности прицеливание в режиме фликшота трекинг я могу отслеживать но это очень такие пару упражнений базу которые я могу делать перемещаясь с мишени на мишени хотя бы научиться для себя определять центр экрана и второй момент аспект который я вот тоже периодически проверяют так вот это про чуть-чуть шаг сделаю от мишени вот я навелся на мишень и я уже перемещаясь слева направо и при этом я совершаю одновременно маленькую коррекцию кистью чтобы у меня постоянно мишень была в прицеле достаточно сложный такое занятие но тем не менее если я достаточно точно удерживаю мушку на цели и при этом не сильно напрягаюсь и кисть не совершает резких дерганий ну вот давайте я переключу управление поставлю вот в режим прицеливания максимум ну даже не максимум пусть будет где-то вот на 3 45 я вел мушку на прицел и вот я вот тут мне уже любое микродвижение кистью меня уже сносит на цель но с того места куда я прицелился вернул в исходное значение и опять-таки навел мушку на призна мишень и вот я веду да я могу очередями стрелять такими отсечками и как вот если мы подойдем поближе кучность есть соответственно вот эта чувствительность который я под себя настроил она принципе для меня удобно жалко здесь нету режима с ботами было бы интереснее когда еще боты двигались были бы там где-то в засаде сидели это было бы интересно и наглядно то есть я мог с одной цели на другой переключаться и видеть результат своего прицеливания после стрельбы поэтому я нашел другой еще способ для тренировок стрельбы это будет бонус к этому видео начав играть в англист от я тут поинтересовался так сказать для себя плане того как улучшить навыки свои аима и наткнулся в стиме на программу или игру как хотите называйте называется на аим лап и что здесь интересно здесь у нас есть режим тренировки с различными заданиями вначале мы проходим тестирование и вот выдаются нам вот такие рекомендации с теми упражнениями которые нам нужно выполнять есть избранное то что вот я для себя например отметил и есть вот отдельно категория по навыкам вот флики то есть фликшот различные упражнения для отработки навыков слежения упражнения на скорость есть на точность вот различные но мышление то здесь вот нужно уже различать цель какого цвета нужно стрелять на восприятие то есть на звуки очень полезная программа тут можно ознакомиться со своими результатами какие у вас сильные стороны какие слабые стороны в общем на мой взгляд полезная программа для всех поклонников шутеров ссылочку на программу вы найдете в описании а на этом все надеюсь мой краткий гайд по настройкам мыши был полезен интересен спасибо за просмотр до новых встреч пока пока